сегодня у нас 11 января 2022 года сегодня у нас вторник уже как время бежит ужас все привет привет соединенным штатам да вот с одной стороны вроде бы как много времени прошло сначала с другой стороны как мало времени прошло такая дилемма до осталось у нас получается среда четверг ну и утро пятницы времени вроде как не так много но мы знаем что на галилейском карпе все меняется в течение нескольких часов и те кто следит за моими отчетами за таблицами они это все видят о том как это все скачет вверх-вниз да мы знаем что у нас есть четко два лидера которая как бы ну судя по всему ну мало шансов что кому-то удастся их сбросить с пьедестала но все может быть все может быть поменяется ветер начнется дождь и вдруг все сразу быстренько зашевелиться в тех секторах в которых сейчас все очень плохо сегодня я походил по западному берегу и успел заскочить на хукок хотят хукок в общем то тоже ближе к западу чем к северу ну скажу так северо-запад да конечно впечатляет ситуация у команды wildcard и бинго бинго молодцы они один день фактически пропустили у них как-то было не очень но сегодня они уже вовсю догоняли перегоняли даже с утра команду wildcard который соседей так что тут за первое место тоже есть борьба ну естественно есть борьба за третье место из-за места в зонах достаточно у нас возможностей постоять на сцене улыбаться зрителям когда я был на западе там поклевки происходили ну почти постоянно фактически с периодичностью там 10 минут у кого-то была поклевка то уайлдов то у бинго то наоборот дошло до смешного что когда судьи были на взвешивании если вы читали отчет то там и об этом написал какой-то момент когда взвесили 8 рейт потом по была поймана тут же 9 9 тоже взвесили когда был снова была поклевка моя сказала что все товарищи до свидания так мы тут будем стоять до следующего утра если вообще отсюда уйдем поэтому сказано было команде вот эту свою десятую рыбу кладите уже в мешок и она будет уже на вечернее взвешивание ну можете себе представить ситуацию да и при этом ситуация в секторе седьмом у команды hermon team просто диаметрально противоположно хотя там сектор по логистике он сложнее чем у бинго и wildcarp а потому что у них там очень узкий проход и с левой стороны этот проход полностью забит кустами под водой за ней с трудом несколько рыб вытащили по моему но как-то у них совсем не весело что у них там было с утра хотя три рыбы у них было принципе достаточно крупных рыбы можно сказать что у нас получилось на вечер где у нас hermon одевался на те же самые три рыбы у них на вечер остались то есть фактически они только ту рыбу которые предоставили на взвешивание судьям с утра больше они ничего не дали сказали что они потеряли там огромное количество рыбы они пытались отбегать у них даже лестница стоит пытались на лестницу но как-то у них не очень складывается с этим делом то есть рыба заводит мертвый зацеп на это все заканчивается потом я поехал на кукок и побывал у стаса и у н.к. карп и у ники никобайт них ситуации разные совершенно потому что у н.к. карп не фактически ну просто стол как бы я там смотрел воду вода идеальная прозрачная стиль полнейший никакого шевеления воды видно там чуть ли не на 50 метров в длину столько чистая вода и прозрачная и спокойно а вот у ника боится у них там ситуация была посложнее потому что сектор так разбили что его полностью вся левая сторона не левая сторона товар диски пол сектора с левой стороны оказались с различными всякими фигнями под водой которая я не потеряли тоже огромное количество рыбы нас нас так и всего остального там произошла небольшая ошибка просто что сектор как бы когда его разметили его разметили левее чем он должен был быть на самом деле чем он был как бы на наших картах поэтому когда мы были в этом секторе и был там присутствовал и наш главный тренер сказали им что принципе надо приживаться в правую сторону и мы как бы сдвинули там на буквально на пару метров правее потому что нам реально левая сторона это не левая сторона это полностью две трети сектора слева там оставался маленький узенький проходик возле ленточки фактически где можно было ловить ну не знаю насколько это исправит ситуацию мы это увидим я думаю только завтра на утреннем взвешивании сейчас как бы пока не о чем говорить все бодры все работают я не видел никого уныния ни у кого даже у тех же хермонов которых положение достаточно как бы сложная в плане рыбалки но ребята там просто брызжут энергии призывают всех попробовать свои силы соревнованиях поют осанну клубу из офиши о том что мы делаем такие соревнования что вот как они жалеют что не только первый раз поучаствовали в нашем турнире хорошо нам от нам это было приятно слышать нужно сказать вот если вы смотрите на таблицы то видно что как бы вот наша сторона как-то мягко говоря грубо выражать но давайте сейчас я просто подниму вам сразу на эфир подниму таблицу которую как бы вы сейчас должны увидеть на экране вот и по этой таблице можно посмотреть о том что как бы в верхах кроме одной команды на цейлоне которая крайне левая мы знаем про этот сектор все про него знает который час поднялась на третье место это сектор очень перспективный если там команда правильно находит стиль работы технику тактику то очень хорошие шансы попадать в призовые места то фактически получается что дальше первое упоминание о нашей стороне это пляж цейлон 18 сектор который стоит рядом с 17 по любому как бы это хорошее место ну и извините карасики на дугит хотя место в них не такое козырное как было в прошлом году но карасики это карасики это те кто умеет ловить рыбу и у них в принципе есть хотя бы сил посмотрите на разницу по количеству рыбы по весу то понятное дело 22 килограмма на дугит и 68 то есть почти 70 килограмм на цинбари ну это уж как бы очень большая разница а дальше как бы дугит и цинбари достаточно внизу та же самая ситуация тяжелая на амнуне и тоже и хукок как бы вот очень плохо шизаф да шизаф работает то есть получается что тот же хукок ладно убираю таблицу вот тот же хукок который мы первый раз взяли в качестве секторов на галилейском карпе и на него возлагались огромные надежды все сейчас говорят одно и то же что хукок это пляж который подвержен влиянию ветра если ветра нет то этот пляж просто молчит и то же самое происходит на амнуне то есть безветренную погоду рыба стоит очень далеко и из бухт в которых стоят команды добросить до рыбы фактически нереально то есть они там выдергивают что-то но увы если бы подул ветер в их сторону как это было в прошлом году когда там были братья вильсон и например ситуация скорее всего изменилась сразу пока мы что-то не видим не знаю давайте глянем еще раз что говорит нам вингору на сегодня если хоть какие-то шансы на какой-то ветер до мягко говоря грубо выражаясь то есть шансы но эти шансы как раз в четверг после обеда то есть там будут порывы до 25 километров в час и этот ветер продлится вплоть до пяти вечера в пятницу и в пятницу фактически в четверг вечером в районе девяти вечера начнутся дожди и судя по тому что говорит вингору сравнился вчерашними показателями прогноз ухудшился то есть если было 0,1 миллиметра в час сейчас уже 0,7 то есть как бы уже более серьезный дождь прогнозирует температура ночная как раз четверга на пятницу будет вообще восемь градусов хотя на мой взгляд и сегодня она была восемь но я думаю что они дают более общую по региону соответственно тут может быть плюс не знаю плюс восемь с другой стороны может быть там плюс 10 не знаю вот я извиняюсь атаку нам было некоторое падение связи возможно был небольшой перерыв хотя по моим данным как бы связь стабильная ну есть когда не понятно скажите вы все еще меня слышите или уже нет можете кто-нибудь написать в чате я еще тут или меня уже куда-то там нафиг выкинуло телефон показывает связь хорошую ну ладно вроде пока был восстановилась я вижу что поток идет продолжу я не буду долго говорить у нас осталось два дня у команд который находится ниже четвертого места конечно шансов попасть призы я имею в 1 2 3 место в общее мало но опять же они есть и мы это видели в прошлом команда с 11 место подскакивала внезапно на 3 такой тоже бывало и не раз поэтому загадывать не будем я помните что я вам предлагал сделать типа тотализатора и делать ставки на какая команда займет первое место потом в комментариях писать свои комментарии потом после соревнований почитаем кто был все-таки прав может какому приз как я говорил сделаем да сегодня я признался в одной нашей ошибки в прошлом ошибка случилась на награждении кубка когда команде н.к. карпы стасу ляшенко была вручена медаль за первое место и это таки да была медаль за первое место единственная проблема это была медаль лучшему повару мира и предполагалось она саше заедине вот но как бы мы когда это увидели мы естественно исправили эту ошибку мы не стали забирать у стаса его медаль мы сделали еще одну для лучшего повара и вручили ее вчера саше менту а сегодня когда я был у них в секторе я специально захватил с собой правильный вариант первого места за кубок клуба и я ее ему вручил ну я думаю что стасу было приятно что все таки как бы ведь он даже не заметил я думаю никто бы не заметил потому что мало кто реально сидит и читает текст на медали и что там конкретно сверху написано рыба есть год написан все нормально первое место есть но текст немножко другой но главное что ошибка исправлена никто не пострадал вся вся рыба вернулась водоем завтра у нас приезжает еще один журналист из какого-то международного издания которое здесь транслирует на зарубеж товарищ пиева француз судя по произношению тоже хотят сделать какой-то сюжет о нашем турнире и показать его там в италии франции других местах ну ради бога пусть приходит нам не жалко до сегодня вот я об этом писал в отчете сегодня был впервые в истории клуба из рафиш и наших соревнований сегодня у судей был нормальный банный день то есть мы специально арендовали на несколько часов циммер в этом то что называется кварнофиш нгф то есть как бы в их городке этих домиков и судьи съездили ну кто хотел конечно съездили помылись некогда даже побрились вот это такой кайф я даже как об этом никогда не думал насколько классно посреди соревнования все-таки не принять нормальный горячий душ это стоит того честно то есть вообще в этот турнир с точки зрения как бы именно вот организованности благодаря мая очень такой организованный потому что как бы моя как женщина она естественно обращает внимание на такие мелочи которые я бы никогда не обратил внимание поэтому у нас нормальное питание у нас и до всего хватает с точки зрения как бы там даже какие-то перекусы бутерброды с собой то есть все 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 у нас очень классно судим ну и судьи опять же не сачкуют и не спят ну ладно все это мелочь жизни давайте будем сокращать наше пребывание в эфире потому что и вам будет пора расплатить и и ждать утренних протоколов да и у меня через буквально там 15 минут есть эфир на иврите кому очень хочется верить и послушать пожалуйста заходите без проблем извините пожалуйста за то что таблицы сегодня были не совсем вовремя попали на форум для тех кто именно на форуме за этим следит не у всех есть facebook просто потому что я уже объяснил очень много мест куда загружаются протоколы и в этом изобилии этих мест иногда бывает про какое-то место забываешь чисто потому что очень просто в чатах групповых вот сапа просто одно сообщение переслать и отметить сразу кучу мест то же самое на фейсбуке распространить куда и все она побежала и в группы куда угодно а так не получается с форму к сожалению поэтому меня большая просьба к тем кто следит за форумом если утром например в час дня утром в час дня на форуме нет протокола и если вы например следите и и там и и на фейсбуке на форуме и вы видите что на фейсбуке протокол появился а на форуме его нет пожалуйста напишите мне либо в мессенджере на фейсбуке либо на личное сообщение на вотсап просто скажите что а где протокол на форуме и тогда сразу он будет там все в порядке спасибо всем кто был с нами это как бы все новости погода как я сказал меняется четвергу после обеда завтра судя по всему особых прорывов не будет завтра я хочу с утра заскочить на одну а потом уже вернуться сюда и когда этот журналист приедет он приедет к обеду как раз уже с ним возможно походить сразу же и поснимать делать эфиры из дугит и с цейлона как-то так всем спасибо кто смотрел заходите крыса следите за моей страницей эти эфиры будут выходить на ней то есть как бы стабильно завтра тоже попытаюсь это же самое время попытаться запланировано 10 часов и надеюсь никто мне не помешает все всем спасибо спокойной ночи а спортсменам пахать и кстати было сегодня классное пожелание от главного судьи тост чтобы у вас руки отсохли мешки поднимать к весам во всем спасибо до свидания спасибо спасибо д Forum до встречи